Здравствуйте, с вами Мартё. И сегодня, мне кажется, самый теоретический, ну, самый лучший герой, которым посвящено очень-очень много теорий. Например, Мэйс Виндо Сноук, самая прикольная теория, Мэйс Виндо Отец Фина, ну, подробнее я об этом расскажу в этом видео, а также о фиолетовом кристалле Мэйса Виндо. Я о нём самом. Итак, Мэйс Виндо, ченокожий чувак, состоящий из Ордена Джедаев, конечно же, он у нас состоящий из Ордена Джедаев, такой... И у него такая вот сложилась судьба. Он считал себя избранным, и поэтому он был против Энакина Скайуокера, и вот, он был против Энакина Скайуокера сразу, потому что джедаи подумали то, что он избранный. А Мэйс Виндо считал то, что Мэйс Виндо есть избранный. Вот, надеюсь, вы что-нибудь поняли. Теперь я расскажу о фиолетовом кристалле, ну, о фиолетовом световом мече Мэйс Виндо. Фиолетовый световой меч Мэйс Виндо, это как бы получается немного нейтрал, но он у нас тоже получается как нейтрал, потому что он джедай, который использовал технику боя ваопат, а это у нас ситская техника боя. Вот поэтому, поэтому он не разрешал обучать ваопату других джедаев, и сам никого не обучал. Если, конечно, одного джедая, ну, не знаю, скорее всего, не обучал, потому что он придумал технику боя ваопат, и, ну, боя ваопат, это почему ситская? Потому что там нужно выплескать свою внутреннюю тьму, и это он делает на, не знаю, на, как это планета называется, но когда он отрубает голову Джанго Фетту, он как раз делает замах так, сзади. Он у нас очень сильный, ну, обладает силой, и я, честно, не знаю, из-за чего его приняли в Совет Джедаев, но он у нас очень был сильный, как я уже говорил. Техника боя у него была ваопат, запрещенная техника, но ему дали ее использовать, и он ее использовал эффективно, и только он мог ее использовать так, чтобы не переходить на темную сторону. Не смотреть на эту картинку. Мэйс Винду, что еще можно сказать о Мэйси? Мэйс Винду, есть теория, что он Сноук. Сейчас я попробую ее немножечко так подтвердить. Он у нас, конечно же, он не похож на Сноука, очень прям не похож. Потому что, когда мы видели эту Сноуку у нас, он был старым, белым таким, разные мольщины, разные, эти, как их там называются, разные шрамы. И вот таким он стал. И из-за чего он таким стал? Вспомним третий эпизод. В третьем эпизоде он сражался с императором Палпатином. Император Палпатин убил Китфиста, самого, ну, веселого джедая. Также он убил еще двух джедаев, которых я не смог разглядеть, не успел. Вот. И когда он один остался в бою с Палпатином, когда Палпатин, ну, всю свою мощь молнии, ну, как это называется, всю свою мощь молнии выплеснул так из пальцев. И Мэйс Винду мечом отражал его молнию. И Палпатин, это, Палпатин сам себе нанес очень похожие раны. Поэтому можно сказать то, что у нас такой. И также я побольше расскажу о Ваопаде. Ваопад, как я уже говорил, это у нас техника боя, которой, ну, надо выплескивать свою тьму. И все приемы с темной стороны. Но, как я уже говорил, Мэйс Винду мог задерживать свой, ну, свою внутреннюю злость и оставаться джедаем. Но из-за этой техники он все-таки не удержался и не послушал Энакина. Энакин сказал то, что Палпатину надо в суд, там все решат. Но тот сказал, что слишком опасно его оставлять в живых и захотел его убить. А, как мы знаем, по кодексу джедая нельзя убивать из-за ненависти. Ну, конечно, он разрушил многое. Ну, я как-то согласен с Энакином. Но мне не понравилось то, что Энакин отрубил ему руку. И так, силой там, мне кажется, или еще чем-то, оттолкнул его. И он упал с очень высокой, с очень высокого храма джедаев. И Энакин стал у нас, Энакин стал, джи, ой, ситхом. Мэйс Винду, сам тот актер, который его играл, извините, конечно, Ну, да, фанат «Звездных войн», но я мало чего знаю. Ну, я ребенок еще. Я не знаю, куда сейчас. То, что... И, блин, я заблудил, что хотел сказать. А, и сам Мэйс Винду, ну, актер, играющий его, сказал то, что он не умер в фильме. Он хотел и не раз говорил то, что хочет появиться в новых «Звездных войнах». Хоть и другой персонаж, ну, и другой актер играл Сноука, но у нас идет не о актере, а о самом Сноуке и Мэйси Винду. Вот. И поэтому получается так. И также Финн утверждает то, что Мэйс Винду – это его отец. Также Джон Буэго, наконец-то я что-то сказал. Джон Буэго тоже говорит. Я сейчас как-то вроде помню эти слова. Вы не думайте, что все так просто. Вы не думайте, что все так просто. Когда я снимал «Звездных войнах», кто-то, кто-то постукал, мне плечи и сказал, эй, черный джедай. И там Самуил Джексон вроде, ну, Самуил Джексон, как можно сказать, мне кажется, играл Мэйси Винду. И там Самуил Джексон. И он такой, я отвалец. Хе-хе-хе. Вот. Короче. И такая вот фигурка Мэйса, как его хотели сделать? Почти все так же сделали, кроме его немного лица. О, боже, какое у него лицо. Ужас. Это когда Йода говорил то, что всегда их двое, ученик и учитель. Вот. И Мэйси Винду с белым или синим световым мечом. Это неправильное фото. Ну и все, мне кажется. Я надеюсь, вам понравилось. Я попытался рассказать все, что знаю о Мэйси Винду. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока.